В общем, чтобы чай постоянно горячий был, надо хорошую термос иметь, большой, объемности. Тем больше термос, тем больше в нем чай горячий сохраняется. Если он маленький термос, температура чая мало держится. Вот в большом держится температура. Я как-то испытание дал термосу, думаю, как он продержится. Ну, правда, градусов 10 было мороза. Он у меня сутки продержался, утром встаю, горяченький чай. Ой, ешка, нормально, думаю. Вот, короче, у меня постоянно чай. Ну, крутой мороз он где-то выдерживает, ну, 3 часа. Ну, 3 часа, за 3 часа я выпью этот чай спокойно. В общем, 3 часа терпит, 40-градусный мороз термос терпит. А вот эти железные, железные, стальные какие-то, да их вообще эти не термоса, это дерьмо они термоса. Наливаешь чай, все, буквально за 20 минут в мороз он, все, уже, там уже вода мерзлая, замерзает. Даже зальешь летом в жару, в него заливаешь, воду холодную зальешь, там уже кипяток в этом термосе. Так, какой это термос? Он, это не термос, это какое-то дерьмо, выпустили они термос. Вот стеклянный термос, вот это термос. И он, вот дай этому человеку, кто придумал вот этот стеклянный колбу, вот эту, вот дай ему Бог, что вот это он придумал, такой-то, это самый хороший. Вот с него чай я и пью, и завариваться в термосе чай, отличнейший. Ммм, прелесть вообще, мне ложку сахара добавляешь, мне сахару навалом, варенье навалом, у меня варенье особенно, ой, вообще я живу, я как в Раю живу, да, ой, и так живу, пускай все завидуют, да. Я райский человек, я люблю как птичка райский, они летают, так же я буду порхать вместе с ними, мне этого никто не помешает, и буду чай пить крепкий, да. О, вот это прелесть, ну чудо.